Стоп! Мам! Помоги мне залезть! Сегодня все против меня. Это называется «Не задалось». Проклятие какое-то. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Датса, и я мама почти пятимесячного Рэма. Сегодня, как вы видите, я снова в парке нахожусь. Мы с малышом снова гуляем и записываю для вас видеоролик. На самом деле, странная локация для записи именно этой темы. А все потому, что мои жалкие попытки, многочисленные, между прочим, вчера записать видеоролик, уменьшались провалом, и у меня ничего не получилось. Поэтому, учитывая то, что я мать-перемать, она же ютубер, собрала все свое барахло, необходимое для этого видеоролика, и приехала в парк. По-моему, даже белки на меня смотрят, как на неадекватную женщину, но что уж поделать, чего не сделаешь ради ютуба и ради, так сказать, народной любви. Посмотрела на свой дайпер-бэг, и малышу сказала, все, братюни, сегодня ты, перетопчешься без своих 15 миллиардов игрушек, будешь играться тряпками. А тряпками, собственно, будешь играться, потому что мы сегодня будем говорить о пеленании, или, точнее сказать, о том, как отучить ребенка от пеленки. Когда родился мой малыш, я сразу поняла, что он без пеленок спать и жить, в принципе, не сможет. У него сильно-сильно были выражены все рефлексы новорожденного. Он руками махал, дрыгался, дергался, себя будил, плакал, и, в общем, без пеленок мы не обошлись. Достаточно большое количество времени заняло приучить малыша к пеленке, и я уже была порадовалась, что, наконец-то, наша жизнь наладилась, как увидела в том же интернете в ютубе видеоролик о том, что ребенка еще нужно и отучать от этой пеленки. А отучать ребенка нужно начинать с 3 месяцев, потому что как раз-таки с 3 до 4 в среднем малыши начинают переворачиваться. И в пеленке это все прекрасное действие становится очень и очень опасным для малыша, потому что он ночью во сне, перевернувшись на живот, не будет иметь возможности ручками себя как-то спозиционировать для того, чтобы безопасно дальше спать, и поэтому пеленка должна была быть удалена с кроватки. И ровно так же, как и все остальные примочки, которые лично мне помогали укладывать спать моего малыша. Расскажу быстро по очереди, что же мы использовали для спокойного сна моего малыша, ну или, по крайней мере, в попытках добиться этого спокойного сна. Первым делом, что мы использовали, это, конечно же, пеленки. Я уже в предыдущих своих видеороликах рассказывала, что пеленок у меня на самом деле было несколько. Первая пеленка, которая нам сильно полюбилась, это вот такая вот пеленка компании Swaddle Me. Она, в общем-то, работает на липучках, и покажу быстренько, как малыша можно в нее пеленать. Уверена, что вы большое количество видеороликов в интернете видели с этой пеленкой, но, тем не менее, для тех, кто не видел, быстро расскажу и покажу. В общем-то, пеленка размещается таким вот образом на кровати или пеленальный столик, и вот в этот кармашек помещаются ножки малыша. Дальше вот эта деталь здесь поднимается на животик, и здесь вы видите достаточно большая такая липучка. Дальше ручки малыша помещаются столбиком сюда в кармашек, и вот таким вот образом заворачивается первая часть пеленки. Крепится она здесь и фиксируется на ту же самую большую липучку, и вот часть, которая остается свободной, она заправляется под спиночку малыша. И дальше вторая ручка помещается ровно так же столбиком в кармашек, и дальше закрывается верхняя часть пеленки и крепится вот с этой стороны здесь на две липучечки. Таким вот образом малыш, он вот такой вот маленький буррито или свечечка, лежит в своей пеленке и, в общем-то, сладенько засыпает. Вторая пеленка также от компании Swaddle Me, которой мы пользовались, на самом деле, наверное, меньше всего, она на молнии. Она была менее удобна просто потому, что малыш был сильно неспокойный, и пока я застегивала эту молнию, ручки уже находились вне этой пеленки, и усмирить, утихомирить малыша было практически невозможно. Еще одна пеленка, которую мы сильно-сильно полюбили, наверное, в более прохладные ночи, когда в комнате не так тепло, это пеленочка компании Ergo Baby. Она по конструкции своей намного более сложная, чем Swaddle Me. Выглядит она вот так. Вот тоже имеет внизу мешочек для ножек. Значит, ребенка размещаете, естественно, по центру этой пеленочки, и так, чтобы плечики были немного выше краешка пеленки. Потому что, когда вы завернете малыша в эту пеленку, этот край должен идти вдоль плечиков, не оказаться вот так вот на подбородке. Значит, ручка помещается вот в такой вот рукавчик. Свободная вот эта часть, она заправляется под подмышечку, и вот эта часть заправляется под спинку малыша. Таким образом, что ручки крестик на крестик, в общем, будут у него на грудке. Вторая ручка также отправляется поверх, и вся эта красота здесь крепится сзади на липучке. Также здесь можно запеленать попку малыша, и вот здесь есть специальная вот такая вот часть, которая крепится сверху. Производитель сам говорит, что это более стабильное пеленание малыш, и его бедрышки, в общем-то, не гуляют сильно уж по этой пеленке. Все стабильно, все очень-очень надежно, и отправляется также все это вместе с ножками вот в такой вот мешочек. Если говорить про минусы этих пеленок, они, несомненно, есть. Минус этой пеленки заключается в том, что после стирки липучка вот делает вот так вот, она деформируется, она какая-то вот здесь такая пластиковая, ее невозможно выпрямить даже при помощи утюга. И, не знаю, может быть, потому что мой малыш очень длинный, часто у меня не получалось вот эту часть зафиксировать здесь просто потому, что она до липучки не дотягивалась, и поэтому я ее свободно оставляла, на самом деле, в этом мешочке и пеленала только ручки малыша. Ножки оставались свободны, просто накрыты в этом мешочке. Если говорить про свадл.ми, многие мамы жалуются, что она очень и очень громкая, и ночью, когда тебе нужно поменять памперс или просто распеленать ребенка для кормления, будет происходить вот это. И этот очень громкий звук, в принципе, будет малыша. Не знаю, у нас этого не происходило, мой малыш не пугался и не будился, поэтому для нас, в принципе, это был не сильно-то большой минус, и больше всего, конечно же, мы пользовались именно пеленочкой свадл.ми. Я уже рассказывала, мой малыш очень сильно мотал головой, мотал так, что просто невозможно. Поэтому я ему сколхозила сама свою подушечку. Некоторые из вас в комментариях мне писали рассказать и показать, как эта подушка, в общем-то, выглядит. Я взяла обычные два муслина и попросила маму прострочить три края этих двух муслинчиков вместе, таким образом, чтобы получилась некая вот такая вот наволочка. И также треть где-то от края прострочить две строчки, чтобы образовались два кармашка. И в эти кармашки я поместила вот такие вот кушончики. Они шли у меня в комплекте с моей подушкой для кормления Клэва Мама. Они, в принципе, предназначены для ремней автокресла. И вот, поместив эти кушончики вот так вот сюда, в эти кармашки, у меня получались некие такие бамперы с обеих сторон этой подушки. И когда головушка помещалась вот сюда, посерединке, малыш, в общем-то, ложился на нее, и, поворачивая головушку вправо или влево, он просто щечкой упирался в этот удобный бампер, и ему было намного более спокойно уснуть. То есть он не бился головой о кроватку. И когда малыш ложится щечкой на кушончик, его носик не касается этой подушечки. Таким образом, не возникает риска того, что он упрется и не сможет дышать. И третьей примочкой, помимо пеленки и подушки, были валики из одеяла, которые я размещала по бокам моего малыша. Без этих валиков он спать не мог. Он вертелся, крутился как пропеллер по всей кровати, оказывался где-то по диагонали вообще в другом углу, и также от этого себя будил. И когда моему малышу стукнуло три месяца, я понимала, что мне нужно очень быстро от всех этих примочек избавляться, для того, чтобы к тому времени, когда он начнет переворачиваться, в кроватке не было ровным счетом ничего. И вот я стала его обучать сну без пеленки. Сразу скажу, что этот процесс занял более трех недель. В случае моего малыша, наверное, это был самый сложный процесс обучения, потому что очень-очень много раз мне приходилось все возвращать в кровать, потому что без всех этих приспособлений он спать просто-напросто не мог. Первым делом я, конечно же, начала с подушки и со своих валиков из одеялок. Я достала один кушончик с одной стороны, чтобы с одной стороны уже была плоская поверхность, и малыш привыкал спать на плоской поверхности, и удалила один валик. Я знала, что нужно постепенно-постепенно, сразу все удалять нельзя, и вот начала с одной стороночки. И не проходило получаса, как я понимала, что все это нужно возвращать, потому что малыш сам себя опять будил, плакал, мотался по этой кровати и не мог спать вообще, ну, никак. Потом я пыталась эти валики немножечко отодвигать подальше, чтобы у него было больше пространства. Это тоже не работало, потому что малыш начинал крутиться-вертеться. И, конечно же, дойдя уже до самой пеленки, я понимала, что это будет, наверное, самый сложный этап этого всего процесса. То есть мне нужно было начать с того, что одну ручку я оставляю свободно, и он спит с одной ручкой свободной. И вот на протяжении трех недель я эти ручки возвращала в пеленки просто потому, что малыш не мог спать. Он себя дубасил, он себя царапал, он себя хапал, он себя будил, бил по голове, и ничего у нас не получалось. И я понимала, что что-то с этим нужно делать. Мне нужно найти какой-то, не знаю, дополнительный инструмент, какую-то другую методику, которая помогла бы мне, собственно, с этой проблемой справиться. И я, прошерстив магазины, прошерстив интернет и прошерстив советы других мамочек, нашла свой спасательный круг. И это еще одна, кстати, пеленка, пеленка, которая называется Love to Dream. Вот таким вот образом она выглядит. Вот такой вот длинный-длинный мешочек, сверху которого вот такая вот, не знаю, я ее называю бабочкой или бантиком. Очень странная пеленка. К слову, я эту пеленку видела с самого начала в интернете, когда еще покупала свои. Но я как-то сразу проходила мимо нее, потому что она мне казалась очень-очень странной. И я была более чем уверена, что мой малыш в этой пеленке спать не сможет, потому что она намного более свободная по своему строению, чем те пеленки, где ты пеленаешь малыша вот просто столбиком-столбиком. Как же она работает? В общем-то, помещаешь малыша ровно так же, как и во все остальные, в эту пеленочку, застегивается все это дело вот здесь вот на прекрасную молнию, и ручки помещаются вот в эти странные рукавчики. Причем ручки, они вот у него находятся вот таким вот образом. Первые ночи, конечно, были очень смешны. Мой малыш с трудом засыпал, и он слюнявил эти руки как только мог. То есть эта пеленка позволяла дотянуться к кулачку до ротика, и он просто засовывал все это в рот, и буквально 10 минут, и весь этот рукавчик, он был просто мокрый-мокрый, так будто я его, не знаю, в ванну опустила. Ну, не знаю, сильно переживала я по этому поводу, но позволяла малышу с этими мокрыми рукавчиками засыпать, и просто во время кормления ночного я переодевала его во вторую такую пеленку, потому что купила сразу два экземпляра таких пеленочек, чтобы их менять. И, в общем, спустя несколько ночей, когда я уже понимала, что малыш привык к этим странным рукавчикам, я решила рискнуть. И вот здесь вот при помощи вот таких вот молний я освободила одну ручку и удалила этот странный рукавчик с пеленки малыша. И вот таким вот образом он у меня засыпал с одной ручкой свободной. Конечно же, буду врать, если скажу, что сразу у нас все получилось, нет, и с этой пеленкой мне приходилось, ну, ночей пять точно возвращать эту ручку обратно в рукавчик, и малыш все равно себя дубасил и бил до того момента, как вот практически, наверное, неделю спустя случилось чудо. И он уснул с этой ручкой в свободном плавании и уже себя не будил. Это у нас уже шел, на самом деле, пятый месяц. И, наверное, плюсом к этой пеленке нам помогло то обстоятельство, что у него уже стали очень сильно угасать рефлексы новорожденного. И он перестал дрыгаться, перестал дергаться и перестал себя по ночам ручками бить. И, собственно, еще несколько ночей заняло, чтобы я удалила и вторую вот эту ручку. Второй рукавчик и обе ручки у меня оказались, вернее, не у меня, а у моего малыша, оказались свободными. И что вы думаете? Малыш быстренько сообразил, что нужно просто-напросто эти ручки поднять, положить их вот таким вот образом себе под головушку и создать из ручек себе подушку. И, собственно, по сей день он, наверное, чаще всего засыпает именно таким вот образом. Ручки у него находятся под головой. И сейчас уже почти в пять месяцев мой малыш может спокойно засыпать и без такого мешочка. Особенно, когда жаркие дни, жаркие ночи, и хватает просто пижамки, и нет необходимости помещать его в такой вот теплый спальный мешочек, я на самом деле оставляю малыша спать просто в пижамке. Либо в пижамке с длинными ножками, с длинными ручками, со следочками. Если совсем тепло, то с длинными ручками без ножек или же с короткими рукавчиками и с короткими ножками, то есть шортиками. В общем, всегда смотрю по температуре в комнате. И, соответственно, этой температуре укладываю своего малыша спать. Но для более холодных ночей у нас также есть теплый мешочек-одеялка, в который я укладываю малыша спать. Сегодня, на самом деле, в силу того, что я собрала все с собой, я уже решила не брать комбинезон и в коляску поместила малыша как раз-таки в этом мешочке. Сейчас папа нам его принесет, и я вам покажу, как выглядит наш зимний спальный мешочек. Эй, мистер Твистер в шубе. Эй, привет! Ку-ку! Ну, чего ты там? Белки и утки тебя разбудили? И вот таким вот образом выглядит наш спальный мешочек. Эх! Скажи привет! Тыдыщ-тыдыщ! Скажи привет! Тыдыщ-тыдыщ! Вот такой вот красивый принт полярных медведей. В общем, теплая-теплая эта штучка с какой-то там синтепоновой прокладочкой, наверное. И вот так вот мы спим либо в более прохладные дни во время прогулок, либо планируем также спать в этом одеялке. И также зимой, да? И в нем ты сможешь тоже переворачиваться, да, котенек? На сегодня это все. Пишите в комментариях ваши советы, ваши лайфхаки того, как вы приучили вашего малыша спать без пеленки. И я уверена, что те мамочки, которые только на своем пути к этому знаменательному событию, они смогут прочитать эти комментарии и найдут ваши советы также полезными. И также пишите свои вопросы. Я уверена, что что-то рассказать я наверняка дозабыла. И обязательно запишу видеоролик с ответами на ваши вопросы, где поясню, если вдруг что-то забыла вам рассказать. Но на сегодня мы заканчиваем свой видеоролик. Ставьте лайки, если вам понравился этот видеоролик, нажимайте на звоночек, чтобы не пропускать наших последующих роликов. И подписывайтесь на мой канал. А мы сегодня отправляемся гулять. Нас ожидает еще один день в этом прекрасном парке. Пока погода теплая, будем наслаждаться природой. На сегодня с вами прощаюсь и говорю до свидания. Увидимся в следующем видеоролике. Говори пока. Говори пока, котенка. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok